Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире очередной информационный блог от Славянской Церкви Адмитисов 7 дня здесь в городе Сакраменто. Мне очень приятно вновь быть с вами на связи. В первую очередь хочу поблагодарить всех тех, кто молился и молится за мое здоровье. Слава Богу, чувствую себя лучше, но камешек еще где-то там блуждает в моем организме, и я надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос решится. Спасибо большое еще раз за то, что переживаете за мое здоровье. Хочу сказать, что согласно графику в эту субботу я должен проповедовать, и прошу, чтобы вы тоже молились особенным образом, потому что весть, в которой хочу обратиться, очень важна и достаточно непроста в понимании. Поэтому, пожалуйста, молитесь, чтобы в этом был прославлен наш Господь, и эта весть была понятна для каждого из нас. Хочу сказать, что в связи с тем, что в эти выходные у нас праздник День Независимости в Соединенных Штатах Америки, и это, как всегда, чуть длиннее выходные, чем обычно, многие люди уезжают куда-то на кемпинг или небольшой отпуск, и мы решили перенести встречу всех участников наших служений, то есть павцы, музыканты, те, кто открывает служение, кто проповедует, детские истории рассказывает. Мы эту встречу переносим на август месяц, поэтому, пожалуйста, запомните, что в эту субботу этой встречи не будет. Точная дата, мы скажем о ней чуть позже, просто смотрите наши видео, не пропуская их, и вы точно не пропустите информацию о том, когда же будет эта встреча. Нам очень нужны участники программы «Мои твои передвигающие горы». Дорогие друзья, наш Господь достоин того, чтобы мы Его прославляли. А ваши опыты очень важны для тех многих людей, которые переживают сложные периоды в своей жизни. Хотелось бы, чтобы вера этих людей еще больше укреплялась тем, как вы справлялись с разными обстоятельствами, как Бог проявлял свою руку в вашей жизни. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь. Прямо сейчас напишите или позвоните мне на номер телефона 916-254-8182, и я с удовольствием запишу вас в график для того, чтобы вы могли принять участие в этой программе. Пожалуйста, нам гость нужен уже на эту пятницу. Если Дух Святой вас побуждает, не стесняйтесь. Пусть Бог будет прославлен через наше служение. Хочу также напомнить, что у нас заканчивается регистрация на наши церковные кемпинги. По сути, осталось всего три дня. То есть до субботы у вас есть время для того, чтобы зарегистрироваться на кемпинг. Хочу напомнить, что... Ну, даты хочу напомнить. С 3 по 9 июля у нас будет молодежный кемпинг. С 13 по 16 будет мужской кемпинг. С 16 по 20 число будет следопытский кемпинг. 22 июля у нас будет общее церковное служение на природе. Это все бесплатно, только как это было и в мае месяце. Надо, чтобы вы позаботились о идее, о том, чтобы было где сесть, чтобы вы комфортно себя чувствовали на этом служении. И как я и говорил, вы можете опять-таки приезжать в пятницу и быть аж до воскресенья, так как это все время, эта территория будет забронирована. Я думаю, что это будет прекрасное времяпрепровождение на этом месте. Ну, а с 27 по 30 июля у нас будет семейный кемпинг, которым мы и завершим сезон кемпингов нашей церкви в этом году. Поэтому, пожалуйста, если вы еще не зарегистрировались, у вас есть буквально пару дней для того, чтобы сделать это. Мы будем очень рады видеть вас на всех этих встречах. И последнее объявление из нашего блока. Ищут человека, который мог бы работать по уходу. И если вы ищете такого рода работу, то позвоните по номеру телефона 916-477-7842. Женщину зовут Галина. Я надеюсь, что вы сможете обсудить все вопросы и договориться по этому поводу. Перехожу к молитвенному блоку. Прошу вас и дальше молиться за нашу сестру Ольгу Казаренко, за нашу сестру Валентину Жигайло, за Ларису Подоляка, Ярослава Руснака. Ну и, конечно же, мы не перестаем молиться о том, чтобы война в Украине закончилась. Чтобы русские войска вернулись обратно к себе, и это кровопролитие могло прекратиться. Поэтому, пожалуйста, молитесь, чтобы всему этому пришел конец, и там воззрился мир. В заключении хочу прочитать текст из Священного Писания. Это Псалом 101-й, 13-й стих. И тут написано. Наш Бог – это вечный Бог. Точно так же и любовь Его по отношению к нам неизменна. Дай Бог, чтобы мы всегда шли вместе с Ним, и Он обязательно приведет нас в вечные обители. Больших вам благословений, дорогие друзья. До встречи на нашем благослужении в церкви в эту субботу или же в прямом эфире. До свидания.